так канал таежный обитель приветствует вас сегодня я со своим другом это мой зейский друг самый лучший приехал он у меня в соседях был сейчас правда откочевал но все равно мы с ним дружим уже на летнюю стоянку до 12 лет я тут немного забыл он мне напомнил об одном оказывается сегодня праздники и я ему даю слово чтобы на дорогие товарищи и слушатели и смотрители этого канала поздравляю вас всех с днем молодежи сегодня я его попросил и он сам к этому как бы стремился показать его ножи валера он не охотник но он очень хороший рыбак потому что вырос вот отсюда метров буквально 150 до дома и его и он здесь еще раньше когда старики говорят рыба водилась бабы полоскали тут белье а хариуза щекотали им пятки и здесь не было никакой растительности да но сейчас вот так но гладко все камешки вот будем мы я присоединяюсь поздравляю с днем молодежи праздник замечательный все мы молодые от рождения и до старости самое главное чтоб душа у всех была молода так валера вот это твои ножи ну кроме одного конечно да это вот нож который наверно все видели которые в ресторане мясо режут он тупой тут из тупых но это вот такой нож получился и к нему сделано с бересты пояс это с капа с березового ручка это березовый капа чё красный он был покрытый лаком вот такая с одной монтаж простой и бокситка клей и все и вот он ручка исключительно легкая своей любимой маши нет другой для нее а это кому это так для меня ну вот так сделать вообще картинка в отличие минуту вот да но следующие ножи это тут целая история да даже но вот я сейчас я вот этот нож не видел или ты сам давай рассказать это вот ножик он увидите какой даже сточен его даже она вот лезвие было вот такое вот ровная а с чего болера это сейчас я скажу и такой же березовый это все кап у нас его тут достать предостаточно растет и также бокситка и в одной монтаж это корневой кап на все а эти вот ножи интересная история полера пока это а вот это склеенный да он здесь лопнул при посадке сильно отверстие было небольшое при ударе она расколол потому что он же витой весь и получилось как раз попал попала силу да и это вот история вот никого спрашивает про металлы вот здесь вот еще один нож интересный ножик вот с виду это как раз николай иосифович а я попросил говорю бамахская ты что-нибудь изобразил и вот он мне сделал вот такие ножны ну а нож здесь вот самодельный тоже но это уже ольховая шишка а нужно не сам ты делал я думал это николай иосифович я по просьбе и а вот этот ножик да и вот здесь ольховый ольховая шишка все самоделка а вот этот тоже самое вот лезвие точно повторяет его настоящую историю здесь она вот такой ширины а здесь вот такой и толщина разная ну тут может на не увидишь толщину это было раньше когда был еще верхнезейский лес промхоз и одно время дышка с дерева были лес вывозили до 70-е года восьмидесятые и они ломались эти дыша там при повороте да всяко прочее ну и как-то придумали откуда-то с вертолетных лопастей с ми-8 там валка идет длинная и к балке крепятся лопастя и крепятся лопастя вот этими вот стяжками и вот одна стяжка тонкая идет одна толстая одна шире одна уже на конце вот здесь была где он насаженный здесь резьба на 10 была можно даже если рука так потолще и ручка вот такая потолще можно было просто дырку сверлить на 9 и закручивать нож в тело резьба уже была резьба уже была и он держался у меня такой нож был вот этот и он сточился дома что одна резьба отсюда полезла пришлось вот это новое это вот домочадцы моя бабушка это вот так его сточили он был такой ровный ну сталь применяет тут титан ну еще что-то я не знаю толком эту сталь то но так он бритки очень а вот а вот этот это тоже самое я груз вертолетные с этих вот шпиле ты не пробовал его точишь когда напильником напильник берет берет напильник его нормально все берет он и агрен вязкий просто металл потому что используется выбрался ну это так сделано задумка такая он сделан и так специально да а этот просто напрямую сточены тогда еще и опыта почти не было непонятно хочу посмотреть текстура какая интересная ну это ольха это ольха кап да не кап а шишка ну шишка да кап который в корнях или у которого веточки от которого идут а готов вот бы не объяснили я тоже я тоже думал с него что это так нет шувель это вот шишка все понятно а кап бывает что шишкой от нее как бы ветки да 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 обычно это корневой как бывает а ну вот следующая история ножа это тоже был такой тут знаменитый лесоперевал очный комбинат производил лес то есть перерабатывал лес и вот это лезвие ножа сделано было тут и японские щиподралки драли щипу и отвозили также ее в японию на продажу и вот это от этого ножа сделанный нож он бритки но он матовый он ржавеет он мало там хрома не не ржавейка практически если им постоянно работать он будет нормально будет и он так то тут бритки и все и вот сделаны набранные тоже первое это с бересты с бересты а здесь текстолит тоже шпилька набрано все и на шпильке здесь резьба и закручена затягивается и все вот она ничем не пропитанная береста вот просто она уже сделана она как лаком покрытая вот вот я по ходу как бы перебью его сегодня мне как раз задали вопрос николай оси вот сбересты хорошие бывают ручки или нет очень хорошие и они не поддаются гниению и она почти вечная вот теперь я скажу я и эвенки у эвенков я ни разу не видел с бересты мы постоянно этим не буду мы постоянно где-то что-то стучим или берем иголку например кожу прошиваем и мы надо а вот этот если мы будем стучать вот уже есть одна выщерблена здесь ну конечно а если мы будем иголкой то по этому от ну или не делаешь с бересты не делают а так красивая легкая очень удобно удобная она теплая ручка но она абсолютно теплая зимой нот эвенки и я с бересты мы не делаем я вот как раз на вопрос ответил вот это очередная история но это я когда заселялся где николай его иосиф изгорел где я у него был в соседях или он у меня я нашел вот такой нож вот я с ним ничего не делал просто его очистил и пытались мы прожили ручка было нет ручку это уже все сам ручка тоже без березы шишки он она текстура какая да ну похоже на и вот мы пробовали его просверлить просверлили только одно отверстие сильно каленой и держит заточку и вот здесь вот все эти выщерблены вот это им брали и ковы молоток и колотили кости короче ему но лезвие покажи лезвие ничего ничего не делается не рапит а если пропит вот а вот здесь вот они зазублены все вот и били а знаешь вот примерно если смотреть по толщине и по ширине это похоже на пилу что ли билет не на пилу а электрорубанок вот в леспромхозах были промышленные электрорубанки вот такой они два ножа получается я знаю вот похоже похоже на это ну может быть но я говорю он не колется ничего и точек да 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 и по дереву он должен хороший да прочность у него ну и вот последняя серия ножей ну тут почти доделана нет начнем вот заготовки вот такая заготовка вот толщина толстая толстая я не люблю тонкий это еще и сделанный хвостовик хвостовик специально наискосок да потому что ручка будет маленько вот как вот в этом ноже будет маленько на изгиб поэтому вот такой нож вот так вот и сделанный чтобы повторить да 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 THAT нож не показывает перед братьки ну и вот это ножи это сталь вообще 20 х 13 даже это wolves 13 это нержавеющая сталь и она применяется в задвижках давление высокого от на 250 тасс обожает на 300 Вот запорная арматура стоит, например, в котельной. Атмосфера 250? Да. Нет, на 250 размер задвижки. На 300 это вот такая задвижка, вот, вот такая. И там штревень его называют, по-научному шпиндель, а мы его штревень, который крутит колесо и закрывает эту задвижку. Да, крутишь его. Да, 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 я слышал. И вот этот вот штревень, он бывает, да, там, сколько, 40 сантиметров. Он сталёж. Вот это вот с этой стали, ну, куётся он, конечно. Тяжело. Ковали, да. И вот, получилась вот такая заготовка с нержавейкой. А? Это нержавейка? Ну, 20Х13. А, там же вода, да, 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 да. 0,2% углерода и 13% хрома. О-о-о. Это хром даёт нержавеющее смысл. Я бы знаю проволоки хромовые, не нержавеющие. Да, да. Ну, а это вот последний ножик из этой же серии, из этой же стали. Ну, только, можно сказать, практически готовый. Осталось заточить. Осталось заточить. Это твоя последняя работа? Гарда тут называется. Это вылита с алюминия. Вот это. Да. Алюминий пищевой. Это вот раньше, может кто знает, вот орешки пекли эти всякие. Да, да, да. Вот этот алюминий пищевой. Мы пробовали делать эти гарды и больстеры с шин, с алюминиевых. Они бывают и толстые, и сантиметр, и всё. Но она маркая, мажется. И вот вставку. А здесь плеский глаз красный. Плеский глаз. Да. Вот вставка сделанная. А этот алюминий, он и не тускнеет, и не мажется. Это тоже ты вот совсем недавно, ты ещё не довёл его до. Ну вот надо ещё сделать заточку. Ну понятно. Ну этот, конечно. Ну-ка. И ножны вот. Ножны кожаные. Нет, покажи ножны. Ножны. Ножны, да, вот. Вот такая подвеска. Да. Ножны. Отличная. Ну ясно. Пейте с нами чаёк. Чай это с башкирией, который мне прислали. Таёжный называется. Бус бесподобный. За то, что Валера моим друзьям показал такой замечательный набор ножей, я ему сегодня, к Дню молодёжи, хочу подарить ольховую шишку. Вот такая вот шишка. Ну я очень рад такому подарку, Николай Иосифович. Да. Здесь, во-первых... Огромное тебе спасибо. Да, ну Валера, ты сто раз заслужил уже. Во-первых, можно сделать длинную, какую ты хочешь. Хоть на сабле. Во-вторых, когда ты делаешь вставки, например, ты можешь сделать... Уже и небольшие пойдут, где-то выберешь. Ну штуки три, может четыре. Мне кажется, должен выбрать. Красота. Ну вот это вот будет, конечно, красиво. Даже вот тут как бы сразу видно текстуру. Вот такая текстура. А обработается, конечно. Обработается она, конечно. Она высушенная. Высушенная, всё готово к этому. Да. Вот, которые ножи, которые я вам показывал свои. Ты же видел, Олера? Да. Они вот... С неё сделаны. Да, 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 да. Но это другу. Ну вот это, конечно, вот... А что-то она там... Вот этот рисунок мне понравился. Как будто кто-то что-то нарисовал. Какого-то тушканчика или что-то. Да, это вот такая вот разновидность их этой. Видать, где растёт эта шишка. Ну вот, на сегодня мы ещё раз поздравляем вас. Да, с Днём молодёжи вас всех. С Днём молодёжи. Валерий, персональное спасибо. Если вам видео понравится, мы будем с ним иногда... Встречаться. Встречаться, да. Потому что он работает. Пенсионер, но работа ещё. У него семья. Дети. Дети, внуки. Хороший рыбак, хороший грибник. Я его... Уже блотовал, грибы показать. Но я не могу сообразить, как там за ним бегать, чтобы вот снимать. Мы только можем снять, когда мы наберём. И встретимся. Да. Ну, хотя бы так. Мы ездим с ним за грибами. Он и рыбак был хороший. Сейчас забросил немного. Даже делал и крючки, и... И блёст, и всё это. Ну, канал Таёжный обедник прощается с вами. Удачи вам. Всего хорошего. Всего радости. Всего доброго. До встречи. В гармонии с самим собой и с друзьями. До встречи. До встречи. До встречи. Удачи.